Всем привет! Меня зовут Лена. Рада видеть вас на своем канале. Я неспроста сегодня в черном наряде. Я хочу поговорить про ароматы, которые мы потеряли. Кому интересна эта тема, оставайтесь со мной, а также не забывайте подписываться на мой канал. Когда снимают с производства или выводят с российского рынка хороший аромат, это всегда грустно. И особенно это грустно, когда аромат входит в число твоих любимых. Сегодня я покажу ту часть моей коллекции, о снятии которой я очень-очень сильно жалею. Итак, давайте начинать. Начало будет очень предсказуемым, потому что все, кто смотрит меня давно, знают, что мое ароматное «Я», к сожалению, снято с производства. И я говорю об Эль и Сен-Лоран. Я люблю ее много лет на протяжении пяти или шести. Это мое ароматное «Я». Я до сих пор сопоставляю себя очень во многом именно с этим ароматом. Он чудесный, и я не представляю, что я буду делать, когда мои запасы иссякнут. Но, к счастью, у меня пять флаконов. Пять флаконов Эльки в разных концентрациях, чтобы я была спокойна. И при случае, когда я вижу, что кто-то ее пристраивает за меня и мои деньги, я прям чувствую, что ее нужно приютить, спрятать в шкаф и жить нам мирно и дружно. Что она из себя представляет? Это очень красивая и яркая композиция с характером. Это красный перец, роза, личи. И все это на красивой почулистой базе. Звучание броское, но при этом не вызывающее. Аромат универсальный. Я ношу где угодно, когда угодно, круглый год, день и ночь. Обожаю и очень сильно горюю, что его сняли с производства. Поговаривать за границей можно спокойно купить, но в России, увы, нет. Общалась на эту тему с консультантом официально рано. Она сказала, что аромат вывели с продаж, потому что он плохо продавался. Ну, не берут его. Ну, вот нравится Black Opio нашим девушкам, нравятся другие ароматы бренда. А вот Элька не нравится. Поэтому, к сожалению, аромат покидает полки. Точнее, уже давно покинул. А я роняю от этого скупые слезы. Про следующего товарища вы тоже все-все знаете. Так же, как и Эльку, делал Оливер Кресп, которого я очень люблю. Это Глория Кошарель. Кошарель вообще не правы, потому что то, что они делают сейчас, от этого просто хочется рыдать. Это вот плохо. Это просто очень плохо. Ну, хорошо там осталось, наверное, только Ноа, милашечка, которая еще живет на полках. Но мне кажется, почему бы, что это ненадолго. Но вот с Глорией так поступать было в высшей степени бесчеловечно. Потому что для меня вишни красивее, чем здесь. Просто не придумали. Вишня в миндальном ликере. Безумно, безумно уютно, безумно классно. И знаете, вишня, она обычно такая кондитерская. И у многих ассоциируется с историей, как платья Герлен. Нет, близко вообще эти платья тут не стояли. Это действительно качественно, с умом. В этом хочется жить. И несмотря на то, что пирамида такая определенно курманская, я ношу его круглый год. И даже летом он звучит прекрасно. Сейчас, наверное, многие удивятся и покрутят пальцем у виска и скажут мне, Лена, ты чего? Какой люкс, который мы потеряли? Зайди в любой магазин. Это стоит на полках. Да, безусловно, гипнотик поезден стоит во всех сетях. Его можно без проблем купить, поставить в свою коллекцию и радоваться. И, казалось бы, всё прекрасно и в подборке его быть не должно, но... Я познакомилась с ним на съёмках ролика Духи РФ. Естественно, я ознакомилась с современной версией. Я отметила, что это вполне в моём вкусе. Это такой классный сладкий аромат, но не гадкий, не приторный, который я была бы не против поставить в свою коллекцию. Я заинтересовалась всем, полезла на фрагрантику, начала читать и увидела вот такую вот просто стену плача, что раньше было лучше, аромат испортили, да что вы налили туда. Я очень скептически отношусь к таким обсуждениям. Потому что я прекрасно понимаю, что с возрастом восприятие аромата меняется. Что то, как ты чувствовала себя, как чувствовала мир вокруг, как чувствовала ароматы в 20 лет и в 40 лет, это две огромные разницы. Ну, мне, конечно, не 40, но я предполагаю. И когда я вижу такое, я понимаю, что люди просто держат в воспоминаниях одно, встречаются с тем же самым, но просто они изменились, восприятие поменялось, и им кажется, что их обманывают. Поэтому я всегда настороженно отношусь к таким вещам. Я почитала, закрыла обсуждение, и буквально через несколько дней я увидела объявление о продаже старой версии из первых выпусков. Их определяют очень легко. Но чёрная крышечка, непрозрачная чёрная крышечка, это первые выпуски. Увидите, хватайте, бегите, не оглядывайтесь. Но, в общем, суть не в этом. Я увидела объявление о продаже небольшого остатка первого выпуска и решила, ну, попробую. Заодно смогу выяснить, есть ли хоть доля правды вот в таких вот стенах плача. Когда я его получила и нанесла на себя, я... Можно материться? Можно материться? Нельзя? В общем, я была глубоко поражена. Глубину моего удивления невозможно описать цензурными словами, потому что это вообще другой аромат. Это просто вот что угодно, но только не то, что я пробовала в студии The Hair F. Так, разница колоссальная. Она не то, что есть, она гигантская, она огромная. Я, когда тестировала при съёмке ролика, я заметила, что аромат хороший, но при чём тут яд, тем более при чём тут гипнотический. И вот когда мне в руки попала старая версия, я поняла, что вот это 100% гипнотический яд. Что из себя представляет? Это ваниль, это ядовитый миндаль и слива. Это просто очень яркое сочетание. Вне всяких приличий аромата, сразу говорю, то, что он громкий, диффузный, он заполняет всё. И он действительно с размахом заявляет о себе и о том, что вы пришли. Но это, знаете, как-то даже местно, что ли. То есть это не звучит вульгарно, это не звучит как, посмотрите на меня, я такая кошечка пришла, сейчас всех покорю. Нет, это яркий, броский аромат, который при этом не выглядит излишне вызывающим. И он безумно красивый. Вот я на него реагирую, как кот на валерьянку. Я сейчас вот его держу в руках, и у меня аж прям нервный тик. Мне хочется тут же его открыть, понюхать, понюхать, понюхать. Я не могу просто так рассказывать, потому что он в тебя просто вцепляется. И если ты нашла с ним контакт, то всё. Красавец. Нереальный красавец. Следующий аромат тоже Dior. Это Jador L'Or, версия 2010 года. Когда я училась в старших классах школы, все просто сходили с ума по Jador. Его хотели все девушки и женщины от 14 до 95 лет. Я не знаю, наверное, ни одной девчонки, кроме себя, которая не мечтала бы о нём. И его покупали. У кого не хватало денег, покупали подделку. У кого хватало денег, там наскребали, как-то приобретали. У меня его не было, он мне не нравился в то время. И, честно признаться, классический Jador я недолюбливаю до сих пор. Я считаю, что он слишком несёт в себе посыл. Такой уверенной, дорогой женщины. Мне это не нравится, потому что всё-таки хочется каких-то интерпретаций. Не хочется, чтобы аромат был вот настолько однозначным, прямолинейным. Поэтому с классикой у меня нет. Он мне не нравился в юности. Он мне не нравился, когда я подросла, и у меня появились там первые деньги. Абсолютно ровно к нему дышала. И вот до встречи с этой версией я абсолютно спокойно реагировала на Jador. И не хотела его в свою коллекцию. Но моя любимая фотограф одарила меня остатком во флаконе, сказав, что это какая-то вау-редкость. В общем, попробуй. Я попробовала его и влюбилась. В том, что он очень обволакивающий. Осенью мне хотелось в нём жить. Это такой, знаете, горячий жасминовый ликёр с ванилью на тёплой амбровой базе. И вот он очень согревающий, тягучий, плавный. В нём нет какого-то вызова, крика, чёткого позиционирования. Он с тобой сливается, и тебе в нём хорошо. Эту версию аромата перевыпустили, если я не ошибаюсь, в 2017 году. В общем, есть более поздняя версия. Я её пробовала. И хочу сказать, что она потеряла большую часть своего обаяния. Мне не понравилось то, как её переделали этот аромат. И я, конечно, хотела бы, чтобы он остался в первозданном виде. Потому что, ну, 2010-й хорош-хороший. Следующий аромат не только один из самых красивых флаконов в моей коллекции, но и, пожалуй, самая красивая корица. Непристойная органза Живанши стала моим открытием. Несмотря на то, что, как вы видите, я её редко пользуюсь, я её очень люблю. И в определённые настроения она попадает просто на 100%. Красивая корица, амбра, немного ванили и слива. Тёплая, обволакивающая, пряная, уютная, комфортная. Безупречно, безупречно сделана. Я обожаю просто, обожаю её себя обонять. Я обожаю чувствовать её в воздухе. Зимой это мой главный товарищ. И, конечно, очень-очень жаль, что на полках мы её уже не встретим. Перевыпустив следующий аромат, один из моих любимых брендов Хлои просто проехался танком по моей душеньке, потому что это кощунство. Я говорю о классической Хлои, версии Эрди Тойлет, старой. Её перевыпустили, если мне не изменяет память, в 2015 году. И это просто кошмар, это стыд. И зачем, зачем это было делать? Первая туалетка с белым бантиком абсолютно идеальная для меня. Хотя, конечно же, есть к чему там придраться, если подумать. Но меня она отсылает моё счастливое детство, когда ты сидишь на речке с удочкой, ждёшь, когда у тебя будет клевать. Рядом разрезанный арбуз и доносится аромат полыни. Я не знаю откуда, в пирамиде полыни нет и подавно. В пирамиде арбуз, немножко акватических нот, какие-то фрукты. Но для меня отчётливо арбуз, вода, полынь и деревенский воздух. Это моё счастливое, безумно яркое, солнечное детство. Его залили сюда и сохранили в нём память о счастливых днях и о тех близких людях, которых, к сожалению, со мной больше нет. Но я в любой момент могу вернуться в ту атмосферу, открыв этот аромат. В 2015 году получилась просто симпатичная водичка в духе Хлои, из которой пропала вся индивидуальность, пропала для меня лично вся душа. Она неплохая, но даже если смотреть объективно, она намного скучнее. Ну, а если говорить о моём восприятии... Ну, представьте, что у вас забрали любимые вещи с детства, и вместо неё дали что-то новое и блестящее. Это неприятно. Я сейчас вспомню об одном из моих любимых направлений в парфюмерии – пудровые. Пудру любят и сейчас, и раньше она пользовалась популярностью, это всегда актуально, потому что пудра – это женственность, где-то чопорность. Пудра – это всегда красиво. И я расскажу о любимых пудровых ароматах, которых с нами больше нет, либо их придётся сильно поискать. Первое – это Love Chloe. Давно пропала с полок, и всё чаще и всё громче звучат мнения, что её сняли с производства. К сожалению, я склонна им верить. Love Chloe – очень необычная пудра, потому что помимо прохладных, влажных, синих цветов, здесь прослеживается нота молодого риса. Она немного отстранённая и очень изысканная. И здесь для меня солирует скорее не традиционные пудровые нюансы, такие как фиалка и ирисы, а влажные гиацинты на толстых стеблях. Красивая, любимая. Дублировать. Однозначно дублировать. Про эту пудру я тоже много говорила. Шалимара Нитиалё. Его изюминка в том, что это пудра с цитрусовыми корками. И за счёт этого она звучит очень современно. Мне кажется, что эта пудра идеально подойдёт для тех, кто пока боится этого направления, считает его бабушкиным сундуком и ретро. И для меня искренняя загадка, почему эта пудра не прижилась на полках, почему её сняли. Мне кажется, что продажи могли бы быть вполне неплохими. Не знаю, какие они были бы, но я хочу сказать, что этот аромат на мне отмечают многие, даже те, кто далеки от мира парфюмерии. Ну а для меня это остаётся по-прежнему одним из любимых театральных ароматов. И последний аромат в этой грустной подборке. Я очень сильно надеюсь, что у меня хватит заряда камеры, потому что она уже предательски моргает, а мне много что есть сказать. Это Flower by Kinzo. Знаете, а это ведь из серии, как с Жодором, как с Элькой. Это ароматы моей юности, когда полка моей подруги была сплошь заставлена духами, привезёнными из Дьютифри. А у меня был простенький Арифлейм, и я только мечтала о том, что когда я вырасту, у меня тоже будет много духов. Флаконов 15! Я выросла, желаемое количество флаконов 15, давно уже умножено на 10 и продолжает расти. А с Flower by Kinzo мы только-только пересеклись. Произошло это случайно. В гостях у другой парфманьячки, которой я передаю просто лучи добра и огромное спасибо, потому что она вывалила кучу духов, и говорит, у меня тут есть кое-что ненужное, забирайте по скромной цене. Я увидела его и вспомнила, он же стоял на полке моей подруги, им пользовалась одна моя учительница. Приложила его к носу и улетела, и я думаю, какой же ты хорошка. Где я была-то всё это время? Где я пропадала? Почему не подходила? Что ж ты клёвый-то такой, и мы с тобой не встречались. Безумная популярность его в начале 2000-х вполне оправдана. Это понятная пудра. Такая, которая действительно понравится всем. Если Шелемар и Нитяль, да, я считаю универсальным, подходящим для тех, кто открывает для себя это направление, но всё-таки я допускаю, что для кого-то он может быть немного ретро, немного в другую эпоху, то вот Flower, он прям современный. Сладковатая пудра, сладковатая пудра, много-много цветов, для меня даже чуть-чуть акватики, но при этом он очень такой мягкий, воздушный, суфлейный даже какой-то. И при этом он не звучит по-детски, он не звучит слишком инфантильно. Для меня очень красивая, сладкая пудра, с добавлением чистой воды, ностальгическая, но при этом уместная даже сейчас. Хорошая, хорошая. Как жаль, как жаль. Очень жаль. Но Kinzo сделала ставку в России, по крайней мере, точно на другие ароматы, такие как Leopard и теперь Kinzo World. Но для меня теперь свой фаворит. И рядом с 10-10 Цилия, которая тоже давно снята, у меня встаёт лава. Что ж, на этом у меня всё. Спасибо, что были со мной. Надеюсь, вам было интересно. И всем пока!